Друзья, всем привет и добро пожаловать на Стрэдфорд Энд Россия. Манчестер Юнайтед обыграл Гранаду, достаточно буднично, со счетом 2-0, при этом не владея каким-то безраздельным преимуществом, не создавая какой-то тонны опасных моментов. В общем, давайте разбираться, что происходило в Испании. Стартовый состав на ваших экранах, он достаточно предсказуемый, пожалуй, основным сюрпризом стал Давид Дехеа и в воротах и Поль Пагба вместе со Скоттом Мактоминым, потому что здесь можно было бы ожидать Матича, но учитывая то, что не очень быстрая полузащита у испанской команды, тем не менее, Скотт Мактоминый здесь пришелся вполне ко двору. В остальном достаточно привычный стартовый состав 4-2-3-1, Мейсон Гринвуд, Маркус Решфорд и Даниэл Джеймс, которые могут меняться местами, а именно, если Решфорд смещается в центр, то Даниэл Джеймс переходит налево, а Мейсон Гринвуд уходит направо, либо какую-то из этих зон может заполнять Бруно Фернандеш. Атаки также пытался поддерживать в первом тайме Люк Шоу, ну и, собственно, схема могла трансформироваться в 4-1-4-1 для того, чтобы дальше создавать давление на Гранаду. Ну и, собственно, при обороне 4-2-3-1 именно так и все происходило. Юнайтед начал не очень активно, вообще самым ярким, пожалуй, моментом первого тайма стал вот этот эпизод, когда голый мужчина выбежал на поле и, собственно, пробежал. Каким образом он туда попал? Я вообще, честно говоря, не понимаю. Это весь каламбур этой ситуации в том, что нет болельщиков, какие-то драконовые меры просто безопасности, и человек пробегает, каким-то образом прорывается сквозь охрану, выбегает на поле. Кто-то очень интересно пошутил в Твиттере, написал, где же у этого человека маска, как ему вообще не стыдно без маски выбегать на футбольное поле. Но, кроме шуток, друзья, это был практически самый яркий момент тайма, за исключением гола Маркуса Решфорда. Решфорд провел, на мой взгляд, он провел, во-первых, давайте с Решфорда, пожалуй, начнем персональный разбор, потому что общекомандная тактика была достаточно, ну, как бы, стандартная, мы ее все с вами знаем, и она не совсем работала. Почему, сейчас поговорим. Маркус Решфорд, это человек, о котором мы говорим, наверное, большую часть сезона, о том, что он то хорош, то нехорош, тем не менее, тихой сапой Маркус Решфорд забил за Манчестер Юнайтед уже больше 20 голов во всех турнирах. Это удалось ему, это первый игрок, мне кажется, со времен Робина Ван Перси и Уэйна Руни, когда он забивал 20 плюс мячей в сезоне. У Бруно Фернандеша тоже с этим пенальти он преодолел эту 20-кратную отметку. И, в общем, Маркус Решфорд сегодня действовал достаточно хорошо в силу своих возможностей. Давайте с вами посмотрим хотя бы вот на этот гол. Все в этом голе было прекрасно, понимаете, кроме, собственно, операторов испанских, которые прорезвивали этот момент. Здесь Виктор Линдлюф поднимает голову, смотрите, где находится Решфорд. Он с одной стороны от защитника и вроде бы все в порядке, но уже в следующий момент, буквально спустя пару секунд, Решфорд делает ложное движение, отрывается от крайнего защитника и бежит туда в коридорчик между ним и центральным. Это те, как бы, те пространства, которые должны использовать форварды, которые, вот, как по типу Маркуса Решфорда, которые быстрые, которые играют по краям, которые умеют вовремя открыться. Но Маркус Решфорд здорово открылся. Но Виктор Линдлюф, какая передача, а? Мы столько этих передач видели. Но при этом вот весь этот гол, наверное, в подачную упаковку такую можно завернуть, посмотря на обработку Маркуса Решфорда и его реализацию. И в целом у Манчестер Юнайтед реализация была в этой игре очень-очень хорошая. Потому как то, как принял мяч Решфорд, это очень классная техника. Мы видели, он подобный мяч, по-моему, забивал то ли в ворота Лестера ранее в этом сезоне, то ли в ворота Лейпцига. Ну, в общем, эта обработка потрясающая. Это хай-класс. И, собственно, завершение очень-очень классное. Вот в этом эпизоде Решфорд, это его гол. Вот такие голы Решфорд должен класть на раз-два. И он умеет их забивать, когда здоров. Но, к сожалению, 65 минут провел на поле Маркус Решфорд. И, собственно, был заменен. Сульшер на пресс-конференции сказал, что по нему никаких, в общем-то, опасений нет. Да, он играет с травмой. Мы знаем, что он играет с травмой. Но надеемся, что он будет готов к Тоттенхэму. И вот здесь снова с Тоттенхэмом стоит ли нам играть поломанным Решфордом? Или лучше попробовать поставить кого-то еще? Кто там еще есть? Кто там еще здоров? Ну, в общем, Маркус Решфорд обеспечил, на мой взгляд, нам хорошую такую подушку безопасности, на которую мы потом уже, в общем-то, хорошо настраивали свой результат. Дальше давайте по персоналиям. Бруно Фернандеш. Все говорят про то, что у Бруно спад. Но даже на спаде Бруно, вот он, мне кажется, у него уже прошел. И он начинает, как бы, вот потому что те передачи, которые выдает Бруно Фернандеш, снова в одно касание его видения игры, это потрясающе, друзья. И передачи достаточно точные. В предыдущих встречах у Бруно было много брака. В этом матче брака было уже меньше. Но, мне кажется, немного вот в голове у всех футболистов. Гранада это все-таки не Тоттенхэм. Вот я уверен, что мы с Тоттенхэмом увидим совершенно другую игру в плане настроя. Потому что команда очень долго вкатывалась в этот матч. Очень долго пытался там этот мужик еще выбежал. Ну, что-то непонятно. Аарон Монбисака подумал в этом моменте, что, ой, я потерял игрока, и надо бежать его крыть. Потом уже понял, что это, ну, как бы, это не футболист Гранады. Давайте дальше. Мейсон Гринвуд. Мейсон Гринвуд провел, пожалуй, не самый свой лучший матч. В том плане, что работы он делал много, открываний делал достаточно, шел в дриблинг слишком часто, и при этом делал это не в попад, не достаточно уверенно. И, ну, по сути, когда ты прешь на трех-четырех соперников в дриблинг, ну, надо быть Роналдинью, чтобы из этого дриблинга выйти победителем. Мейсон Гринвуд, как бы, безусловно, не Роналдинью, пока что, во всяком случае. И мяч он раз за разом терял, где-то там запарывал какие-то моменты, порол атаки. Но, в целом, для Гринвуда, мне кажется, не слишком удачный матч, потому что он мог действовать лучше и принимать решения лучше в определенных эпизодах. Дэниел Джеймс провел, ну, такой, я бы сказал, стандартный для себя матч, для своего уровня. Много движения, много борьбы, мало толку при этом, да, какие-то передачи он мог отдавать чище. И, собственно, передача в разрез на Бруно Фернандеша. Помните, вот, матч с Нью-Каслом, когда Решфорд, вот, Бруно Фернандеш бежал, 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 потом сменил направление движения, и Решфорд ему туда покатил нужно, в нужный момент. А здесь Дэниел Джеймс опоздал с передачей. И вот в этом, как бы, есть разница. Эти маленькие детали, но в них и есть разница в футболе. Потому что, даже если бы Бруно Фернандеш забил этот гол, его бы не засчитали из-за офсайда. Вот, поэтому Дэниел Джеймс, ну, достаточно средний матч для него. Про Бруно Фернандеша мы уже поговорили. И Поль Погба и Скотт МакТомин, и не самая очевидная, казалось бы, пара полузащитников центральных, и оба провели не очень выразительный матч. Но при этом этого хватило для того, чтобы обыграть Гранаду. Гранада не слишком напрягала Манчестер Юнайтед, опасных моментов у ворот Давида Дэхе практически не было. И этом во многом способствовала игра команды в обороне. Потому что Юнайтед очень компактно играл между линиями, практически не было пространства. То есть, когда садились Джеймс и Гринвуд, или Решфорд, то вот между линиями здесь вообще практически не было пространства. И не было пространства для соперника, чтобы там каким-либо образом проникнуть в трафную площадь Манчестер Юнайтед. Потому что все было закрыто. Наши защитники провели достаточно хороший матч. В отличие от Мактомина и Поля Погба. Для обоих это матч для обоих при этом. Достаточно низких стандартов. Ну вот если по их стандартам судить. Это такой... Ну то есть, у Погба все было тоже как-то с ленцой. Ну в общем, как обычно. Обычный стандартный матч Поля Погба. Он 8 из 10 таких проводит. Потом выдает яркие перформансы. По-прежнему считаю, что Погба лучше играть, пожалуй, с замены. Он лучше входит в эти матчи. И как-то, ну пытается что-ли повлиять больше. Со стартового состава у Поля Погба. Ну пока что вот в последние матчи. Он еще не готов, скорее всего, физически не на 100%. Но давайте смотреть, как дальше будет. Скотт Мактомина получил желтую карточку. И не сыграется в ответном матче с Гранадой. Это же касается Люка Шоу. По Люку Шоу тоже Сульш рассказал на своей послематчевой пресс-конференции, что Люк Шоу, ну скорее всего, будет готов к матчу против Тоттенхэма. Он заменил его на Телеса из-за предосторожности. Да, поберечь Люка. Потому что у него был там какой-то удар, какое-то повреждение. У Погба тоже был какой-то небольшой синяк. Харри Магуайр тоже желтую карточку получил. И Харри Магуайр, внимание. Мне кажется, там просто Харри перекрестился в этот момент. Я думаю, да, у меня один матч отдыха будет, наконец-то, в этом сезоне. Но посмотрим. Может быть, как раз Рик Баи или Аксель Туанзеби выйдут вместе с Виктором Линделевым. Линделев при этом по статистике стал совершенно лучшим человеком на поле. Его статистика на ваших экранах. Обратите внимание. Ну, понятное дело, ключевой пас. Он же ассист. Это же передача вперед. Ну и в целом, в единоборствах Виктор и в заблокированных ударах лидирует на поле. Практически больше всех передач сделал они с Харри Магуайром в этом лидеры. Их роль при этом достаточно такая. Вот знаете, мы видели разные распределения ролей в паре центральных защитников. И в последнее время у Линделева и Магуайра эта составляющая начинает как бы вот равноправной быть. Потому что если раньше мы видели, что Харри Магуайр где-то больше в единоборствах участвовал, а Виктор Линделев больше был на мяче, то сейчас мы видим, что и Магуайр может протащить мяч и даже пробить поворотом, как это было в этом матче. И Виктор Линделев, он очень здорово обращается с мячом для центрального защитника. Мы все с вами это знаем. И вот такие передачи, которые он выдает, проходы, которые может делать Виктор Линделев. И при этом в единоборство он начал идти достаточно уверенно. И в общем-то мы посмотрим. Возможно и не купит никого. Манчестер Юнайт. Это мы будем дальше следить за тем, как будет адаптироваться пара Магуайр-Линделев. Но давайте надеяться, что все-таки будет какое-то усиление. Аарон Ван Бесако единственный человек, про которого я не сказал. У него роль была достаточно такая резервная. То есть он редко ходил вперед, только когда там есть вот просто гектар свободного пространства. Только тогда туда идет Аарон Ван Бесако. И в общем-то это рождало определенную ограниченность. И на этом давайте будем заканчивать. Последний момент, который разберем. Когда Манчестер Юнайтед атаковал. Ну, во-первых, Поль Погба мог подключаться выше. Но он этого, ну, как бы не всегда делал. Оставляя Скотта Мактомина и здесь одного. Люк Шоу, который подключается вверх. Здесь давайте вернем всех на их изначальные позиции. Люк Шоу, который подключается вперед. Люк Шоу, который подключается вперед. Как бы немножко подталкивая либо в бок сюда Маркуса Рэшфорда. То есть внутрь. И делая какой-то оверлайп, как это называется в Англии. Либо Мэйсон Грин освобождает вот эту свободную зону. Сюда входит Маркус Рэшфорд. Здесь дальше может Шоу доставлять мяч на Рэшфорда. На подборе Бруно, Погба, Гринвуд, Джеймс при этом уходит сюда. Ну, в общем, свободная зона, когда открывалась. Вот если Люк Шоу подключался сюда, Рэшфорд не всегда шел в эту свободную зону, которая открывалась. Это, в свою очередь, как бы... Ну, то есть Мэйсон Гринвуд ушел сюда, он зону открыл. Сюда должен входить либо Бруно Фернадош, либо Маркус Рэшфорд. Если сюда входит Бруно Фернадош, Поль Погба должен закрывать вот эту зону и забирать подбор. Либо Даниэл Джеймс должен где-то вот сюда внутрь подключаться. И вот эти все командные взаимодействия, они были не отработаны. Ну, собственно, они были понятны. Ну, то есть нам вот, сидя возле телевизора, нам было понятно, что так нужно было действовать. А футболисты, возможно, где-то не понимали этого. Это, ну, проблема персоналей, это проблема, там, отсутствия тренировок, как таковых, в этом сезоне. Каких-то тактических занятий, как таковых. Поэтому не будем строго судить. В конце концов, результат есть результат. 2-0. Манчестер Юнайтед победил на выезде. Ну, и, собственно, я думаю, что без труда пройдет Гранаду в ответной встрече на Ултрафорд. Где не сыграют Харри Магуайр, Люк Шоу и Скотт Мактомин. И три футболиста, по сути, получат отдых. Ну, посмотрим, кто будет играть в ответной встрече. Потому что впереди у нас матч с Тоттенхэмом. Друзья, мы возвращаемся из отпуска после матча с Тоттенхэмом в воскресенье. Обязательно смотрите сразу после матча стрим на нашем канале. Вот, я прошу прощения, что все вот в таком сумбуре проходит. Потому что, ну, где-то есть соединение, где-то нет. Ну, вот, сегодня я прилетел очень поздно. И, собственно, поэтому вот в виде выпуска. Друзья, подпишитесь на наш канал, если вы новенький. Поставьте лайк, если вам нравится то, что мы делаем. И, конечно, колокольчик нажмите, чтобы наши стримы не пропускать. Юнайтед сделал уверенный шаг к полуфиналу Лиги Европы. Для того, чтобы догнать прогресс следующего сезона. Это очень хорошо. Нужно обыграть Гранаду в ответной встрече. А между этим Тоттенхэм, ВПЛ в эти выходные. Очень важный матч, очень интересный будет. Ну, и, друзья, конечно, пишите в комментарии свое мнение. Что вы думаете о прошедшем поединке. И свои вопросы тоже оставляйте на подкасте Дождливый Манчестер во вторник. Мы с Пашей обязательно их обсудим. У меня же на этом все. С вами был Алексей. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!